Жительницы южной столицы Кузбасса хотели стать красивей, а остались с носом. Когда ложились под нож, новокузнечанки верили своему доктору. Однако тот, мало того, что их изуродовал, так и до сих пор продолжает оперировать. И мы продолжаем разговор в студии программы «Горячая линия». Если у вас есть вопросы в отношении пластической хирургии, звоните 8 933 300. У вас еще есть такая возможность, и эксперты в студии ответят на все ваши вопросы. Звоните к нам в прямой эфир. Итак, мы продолжаем. Андрей Анатольевич, вопрос к вам. Поделитесь с нами своими наработками. Насколько ситуация, я не знаю, когда пластическая хирургия – это одно, а когда действительно необходимо оперативное вмешательство, и это вмешательство нужно делать очень быстро и очень срочно. Я предлагаю сейчас на экран вывести фотографии, которые вы нам принесли, и вы нам расскажете об этих уникальных случаях. Вы сказали, что операции проводятся по жизненным показаниям, в данном случае электроожог. Для того, чтобы заместить дефект, приходится оперировать. Приходится проводить пересадку кожных покровов, а затем восстановление волосистой части головы. То есть здесь схема экспандерной пластики – это баллон. Это баллон силиконовый, либо баллон латексный, который вводится под кожу. Вот схема, и путём наполнения физиологическим раствором возникает избыток кожи, который потом на дефект. То есть это искусственно наращивается кожа, правильно? Это искусственно наращивание кожи для того, чтобы возместить какой-то дефект. Ну вот здесь в данном случае на волосистой части головы вот такие дефекты. Самостоятельно они никоим образом не заживают, приходится их оперировать. То есть здесь я скажу, что показания, как вы уже сказали, здесь не эстетические, здесь чисто функциональные. Чтобы была кожа на голове, а желательно, чтобы она была с волосами. То есть это называемая лапеция посттравматическая. Ну, это схема из книг об экспандерной пластике. Вот тут как бы... Это новая технология? То, что недавно появилось? Нет, это технология, разработанная где-то около 30 лет назад. Нами она уже в течение где-то около 15 лет используется. Достаточно хорошо, эффективно. Да, используется во всех областях тела для того, чтобы создать какой-то избыток кожи и заместить какой-то дефект на человеческом теле. На голове, да. Продолжим разговор. Сегодня с нами на связи в Новокузнецке еще одна героиня Маргарита Полухина. Новокузнецка, вам слово. Маргарита, расскажите, а что вас заставило пойти на эту операцию? Ну, меня заставило пойти на операцию. Мне искребление внутри было, мне тяжело было дышать. И ребенок подрастала, дочь, и задавала вопросы, кто тебе сделал такой носик. И вы решили пойти? Да, потому что у меня был ужасный нос. Давайте посмотрим сюжет, где описана история Маргариты. Маргарита Полухина своей внешностью была вполне довольна. Операцию сделала не из прихоти. После полученной травмы ее нос сильно искривился. Женщина не придавала этому значения до тех пор, пока маленькая дочка не начала спрашивать, что с ней случилось. После этого подруга предложила Маргарите сделать ринопластику и заодно посоветовала клинику, мол, в городе ее хвалят. Да и на прием попасть несложно. Можно записаться на консультацию к хирургу? Записываться не надо, тут живая очередь. А, живая очередь? Да. То есть принимают. А в какие дни? В понедельник, среда, пятница, с 16 до 18. Угу, поняла. Скажите, пожалуйста, я, знаете, по какому вопросу хочу пластическую хирургию носа? Есть такая возможность? Ну, да, должна быть. Вам перегородку, да, надо? Ну, да, то есть делать пластику носа. Есть, да, такая. Делаю, да? Консультацию провел заведующий центром пластической и эндоскопической хирургии Вадим Бурдин. Выслушав пожелания пациентки, он заверил, что результат превзойдет все ожидания. Но станет точно таким же, как до травмы. Назначили день операции. И именно тогда Маргарита впервые увидела врача, который ее будет проводить. Доверие он не внушал, вел себя грубо. Женщина с ужасом вспоминает, как делала перевязки. Из меня хлынула этим фонтаном кровь и носоглотку. Все, я не могу дышать, захлебываюсь. Ну, давай на меня кричать. Вы что, все кровавите? Психовать. И потом уже тут и пластырь плохой, и какую-то медперекись или чем-то поливала. То есть он на мне срывался даже. Результат ожиданий не оправдал. У меня вот здесь была вмятина, вот здесь. Была такая вмятина глубокая. Он ее приподнял. А как вот здесь кривизна идет, и вот как сюда был загиб. Он, может быть, на миллиметра два, может быть, сместился. Но сам по себе он как вот есть, вот его даже видно, как отсюда вот везти. И если я нос так вот начну делать, вот как был кривым, вот таким и есть. Отсутствие видимых изменений не единственная проблема. Лор сельской больницы, где Маргарита наблюдалась позже, после осмотра сразу же сказал, перегородка внутри кривая. На вопрос, хочет ли женщина переделать операцию, она отвечает уверенным отказом. Я не знаю, может, это и лучше есть урунда, или лучше врач. Но у меня нет, я к нему никогда в жизни нет. Друзья и знакомые хором твердят пострадавшей, чтобы не тянуло и обращалась в суд. И, видимо, после такого, мягко говоря, безуспешного результата ничего другого ей не остается. Маргарита, вам сделали операцию, что не так? Не так все. Я не вижу улучшения. Вот сейчас я посмотрела на себя со стороны, это вообще ужас. То есть я недовольна, и все. То есть не вышел тот результат, которого вы ожидали? Нет, 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 даже близко не вышел. И что сейчас собираетесь делать? Ну, наверное, разбираться дальше. Думаю, да. Кемерово, вам слово. Спасибо большое, Елизавета. Ситуация понятна, да, с нашей героиней. Тут даже очень заметный, очень тяжелый, на мой взгляд, случай. Да, и заметьте, что это уже третий человек, пострадавший от одного и того же специалиста. Есть еще, да, пострадавший? Еще, да. Мы уже пять человек общаемся. Какие требования будете выдвигать в суде? Ну, во-первых, возмещение морального и материального ряда, потому что это очень большие деньги ушли. Какие деньги? Сколько? В общей сложности мой нос обошелся более 400 тысяч рублей вместе с перелетами. Не считаю, что мне сентября еще надо будет. А в Москве операцию платно делали? Ну да, только не я плачу. И возмещение морального ущерба, потому что я еще планирую каким-то хотя бы образом как-то скрыть шов, потому что у меня шов большой, 6 сантиметров. Потому что самое обидное, что ладно бы, если это ребро понадобилось на благое дело, а его просто выгляну на помойку. Ну, я, честно говоря, я бы хотела, чтобы этот врач прекратил свою деятельность, потому что он ведь мне не одну из уродов, потому что он уродует людей. Но к несколько специалистических хирургов, к которым можно обратиться, я не вижу как бы надобности, чтобы этот врач уродов у людей. Алина, в вашем случае, чего вы будете добиваться? Я буду требовать, чтобы отделение оплатило мне пластику. И вы пойдете на повторную операцию в это же отделение, в эту же хирургу, правильно? Нет, нет. Там, где я решу делать, пока я еще не решила, не выбрала клинику. Когда я выберу клинику, ну, я бы хотела, чтобы отделение оплатило мне операцию. Ну, это вообще того стоит? Вы сейчас, вот осознавая то, что вы уже прошли, вот эти все испытания, вот эта боль, а не пожалеешь, что вообще решились на это? Пожалела? Я пожалела о том, что я обратилась к этому специалисту. Бесспорно, есть определенные каноны красоты, да? Меня волнует другое, уважаемые мужчины. На что вы обращаете, прежде всего, внимание, когда выбираете себе спутницу, женщину, с которой пойдете по жизни? Есть какие-то, не знаю, идеалы какие-то у мужчин? Конечно, есть. Например? Глаза. А нос? У меня отдельные части тела, я не могу их вынести на первое место. А душа? Я могу просто увидеть какого-то человека и сказать, да, вот мне нравится. Прежде всего, конечно, внешность. А второе уже, когда включаешься в беседу, естественно... То есть внешность прежде всего? Конечно, человек должен быть привлекательным все равно. Но могу вам сказать, если мы сейчас будем мою фразу как бы подстраивать к той теме беседе, о которой мы говорим, мне может показаться, что горбинка у нас тоже привлекательная. Вот внецы девушки. Или, может быть, какие-то... Может быть, ваша горбинка, это была ваша изюминка, Надежда? Может быть, как раз вот небольшой кривенький носик тоже может быть привлекательный. Я тоже как бы не идеальный, у меня и кровой нос, и кровой рот, но, в принципе, меня это все устраивает. Насколько я знаю, это устраивает противоположный пол. Поэтому, ну, таким вот образом. Меня немножко другое настораживает. Меня настораживает некоторая наших агрессий, наших героинь. Вот в чем дело. Какая агрессия? В каком плане? Дело в том, что, поймите, эта хирургия, она несет в себе обязательно какие-то осложнения. Вот мы сейчас почему-то говорим о том враче как бы в одном аспекте. Вот про какие-то случаи, которые были не очень хорошие, да, неудовлетворительные результаты. Ну, наверное, уже есть очень много людей, которым действительно подарил прекрасную внешность, и, я думаю, были великолепно сделаны операции. А почему тогда он не здесь, не с нами, этот доктор? Почему он не привел людей, которые довольны своей внешностью после вмешательства его? Это страх, он боится. Чего? То есть нам тоже страшно. Нам было страшно ложиться к нему на стол. Он говорит правду, он вряд ли будет что-то скрывать. Было больно после операции, страшно здесь сейчас сидеть. Я не думаю, что... Я не знаю, почему он не приехал сюда, на его месте нужно было приехать. Я думаю, что... Но самое главное, что даже вы сейчас признаете, что у вас были какие-то неудачные операции. Обязательно. Да, а когда приходишь к ним, у нас врач идеальный. Они даже разные возраст, его деятельности, работы говорят, разный возраст. Я еще раз говорю, что это хирургия коммерческая. И здесь немного все выглядит по-другому. Когда мы беседуем, Андрей Анатольевич беседует, я беседую с своими пациентами, мы всегда рассказываем о том, что будет выполнена такая-то операция, и после этой операции у вас могут быть такие-таки-таки-таки вещи. Вы не будете в течение трех-четырех месяцев быть нормальным человеком, у вас будет дискомфорт, будут прочие вещи, какие-то адаптационные боли. Но это укладывается в статистику. Статистика, она есть, от нее никуда не денешься. И, девочки, вы попали в ту статистику, которая называется «недовлетворительные результаты». Вот я хотел бы еще тоже свое личное мнение высказать о женщинах. Мне нравится обаятельная, внимательная и добрая женщина. То есть внешность для вас не имеет значения? Имеет значения, но не в такой степени. Мне очень нравится артистская любовь к полищу. Внешне она совершенно некрасивая. Но я в нее буквально влюблен, потому что как она обаятельна. Как она себя показывает, как она себя ведет, как она себя вообще по жизни несет. А это есть красота? Это есть в том числе красота. Не внешняя, а внутренняя, как она это делает. Сейчас я передаю слово Наталье. Ей тоже есть что сказать. Наталья. Большинство женщин не задумываются о последствиях, которые могут возникнуть после пластических операций. И на самом деле результаты бывают гораздо хуже, чем у наших героинь. Сейчас я предлагаю как раз и посмотреть на таких страшно красивых людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это ужас. Я надеюсь, что вы никогда не решитесь на подобное. Подобное. Ну, разве вот это красиво, вот мужчина, ответьте, вот это вот может посчитаться вот красотой? Вот классическая тема. Нет, кто доводит? Я думаю, здесь уже и психиатрия немножко должна заниматься. Угу. И немножко. Не немножко, да, уже. Это уже тяжелый случай, да? Конечно. Спасибо. На что ради красоты готова пойти женщина, мы с вами увидели. Я все-таки подобные эксперименты с телом не принимаю. У меня есть твердое убеждение, я знаю, что это работает. Если вот здесь гармония, тогда и проблем с внешностью нет. С вами была программа «Горячая линия». Встретимся ровно через неделю. «Горячая линия» Редактор субтитров А.Семкин